Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте! Пожалуйста, обозначите, что нас привело сюда и о чем мы будем говорить. Как вы это поняли? Меня привело сюда то, что я заинтересовалась вашим парным обучением и решила для себя с вами подружиться, чтобы потом, когда мне это понадобится, я могла вам задать вопросы. Что такое парное обучение? А у меня цели следующие. У меня ребенку 5 лет. Через 2 года он начинает учиться либо в школе, либо, возможно, все-таки на семейном обучении. И я живу в Королеве, это Московская область, ну, можно сказать, Москва. У нас здесь есть образовательное пространство, родители объединились. У них уже дети, которые школьного возраста, они учатся в этом образовательном пространстве, 3 дня в неделю приходят туда. Получается, это все на родительских началах. То есть, сами родители им преподают какие-то предметы и какие-то там общие активности. Ну, понятно. Можно я продолжу, да? Я про тему нашего разговора. А я предложил вам поговорить про универсам. И сейчас бы я повернул разговор вот таким образом. Прямо вот мне это очень выгодно, если вот вы такой человек, вот в той позиции, которую вы сейчас обозначили, вот сейчас впервые познакомиться с тем, что я буду рассказывать, да? И будете мне вопросы задавать. Значит, смотрите. То есть, мы будем сейчас работать в режиме предположен. Значит, смотрите. Предположим, что вы в нашем универсане интересуетесь работой навигатора образования. Ну, я так думаю... Видимо, да. То есть, как родитель, который, возможно, будет дальше как-то обучать детей, не имеющие никакого педагогического образования. Именно, да. И заинтересованный в навигации своего собственного ребенка, да? Ну, да. Вот, так сказать, есть такая очень близкая заинтересованность. А для меня этот разговор и вот наш рассказ взаимный, так сказать, он будет полезен, потому что мы потом видео будем давать другим людям, и они будут понимать из этого разговора, что такое навигатор и чем ему предстоит заниматься. Вот. Значит, вот смотрите. Значит, универсам – это сам себе университет. То есть, наша такая глобальная задача – это чтобы вырастить человека, который сам себе навигатор в образовании всю оставшуюся жизнь. Понимаете, да? То есть, и вот эту вот функцию тоже научить его хотя бы для своих собственных нужд. То есть, для себя самого, не для каких-то других людей. Вот. Значит, смотрите. Я буду рассказывать просто про навигатора образования. Вот. Смотрите. Вот я вам сейчас открою мой экран. Здесь у меня есть схемки. Вот, например, вот эта схемка. Вот. Возможно, вы ее уже видели. Да, я посмотрела видео. Вот. Значит, очень хорошо. Значит, смотрите. Вот у нас наш навигатор образования. Вот он. Какой у него круг забот? Ну, во-первых, он… Первый его объект внимания – это вот этот вот человек. Ага. Вот. То есть, человек, который здесь как-то активно действует. Ну, и вот этот тоже. Потому что они, в общем-то, симметричные люди, да? Ага. Вот. То есть, и тот, и другой могут делать кванты. Ну, вот я поясню так. Вот. Я вот здесь имел в виду себя вот этого, да? Вот партнера номер один. Ага. Ну, контент им передаю, да? Ага. Вот. А домашнее задание даю. Вот возьми вот этот кусочек того, что я тебе рассказал. Озвучи это, пожалуйста, на видео. Вот. И я даже могу больше показать. Вот смотрите. Вот у меня тут есть ученик такой, который вот сделал несколько квантов. Видите? Вот тут он ставит телефон, сверху снимает, как он это все делает. Вот. И тут что-то происходит. Видите? Он там пишет, да? Вот. И выкладывает это на свой канал YouTube. Угу. Угу. Это равняется. Вот. Вот он сюда это дело выкладывает. А потом он что делает? Он идет на YouTube. Значит, тут выложил его на YouTube, да? Угу. И после этого он ссылку дает вот сюда. на группу ВКонтакте. Вот. А группу ВКонтакте организовал тоже мой ученик. Его зовут Виталий. Он сейчас перешел в девятый класс. Вот видите? Это группа ВКонтакте. Она называется универсант. По идее, вот сюда каждый заходит, становится участником группы, и вот эти ссылки сюда складывает. Угу. То есть это такое передаточное звено. Вот это вот, вот это вот, да? Куда складываются ссылки, естественно, своему кванту, автор этого кванта, ну, придумывает название, про что оно, правда? Угу. Вот. А наш вот этот вот администратор, он сейчас делает такой склад на Google, да? Ну, в виде документа просто, в виде сайта там, ну, в общем, он сам там придумывает. И ссылку, и ссылку переносит из ВКонтакте, переносит вот в это оглавление. Понятно, да? Да. А оглавление, оно выглядит вот примерно вот так. Вот эту картинку вы уже видели? Нет, я не увидела. Значит, вот смотрите. У него, значит, сначала идут школа, потом там вуз, но пока просто школа. Угу. Дальше идут предметы. Человек, ну, пользователь приходит, смотрит предметы, выбирает нужный ему предмет, при том, что вот здесь, видите, красный квадратик впереди. Угу. Значит, в этом квадратике количество просмотров квантов уже просуммировано, да? Например, вот все, сколько квантов у нас есть по предметам вообще в целом, да? Да. И сколько, значит, это самое, из них уже использовано, да? Угу. И еще оценка там будет. И вот так по всем, значит, вот. Он нашел, зашел в математику, нашел там свой класс, да? Угу. Потом пошел в классе, нашел параграф по математике, да? И здесь он видит кванты, берет эти кванты и начинает ими пользоваться. Понятно, да? То есть... А эти кванты, это то, что он, то есть то, что другие дети, или он записал, или то, что вы записывали? А это вообще все. То есть, смотрите, идея какая. Значит, вот на этой вот схеме, вот на этой, это же вообще, это могут делать все кто угодно. Понятно, да? А верификация, кто делает верификацию? А то есть кто угодно может все, что угодно там записать. О, вот это одна из функций навигатора. Он курирует вот этого человека. У него в списке, например, 20-30 детей, да? Ну, я не знаю, кто сколько сможет. Мы обсуждали это число. У нас получалось где-то между 10 и 20. Вот один навигатор образования может вот, как бы, как это сказать, быть наставником вот такого количества других людей, да? Вот. И он, вот этот человек, который кванты выкладывает, он с ним советуется, дает ему ссылки и так далее. Или он, например, навигатор заходит вон туда, ВКонтакте, то есть вот сюда он заходит, сам, да? И смотрит, что там выкладывает и что-то пускает, что-то нет. Кроме того, вот же еще есть админ. Если он захочет, он тоже может что-то пускать, что-то нет. Правда? Сейчас мы начали делать сервис, программировать, который вот это человеческое, вот это звено убирает. Понятно. То есть вот этот автор вот, он будет класть сразу вот сюда. Вернее, как, вот эту ссылку, вот эту ссылку. Он будет, конечно, квант класть на YouTube. Ну, кстати сказать, складом квантов может быть не только видео, правда? Это могут быть документы какие-то, которые в сети доступны, правильно? Например, Google документы, да? Ну, да. Вот. Ну, то есть то, на что можно дать ссылку, все что угодно. Понятно, да? Ну, и вот задача навигатора, как-то взаимодействовать вот с этим человеком, чтобы, ну, там, качественно было, чтобы получалось хорошо, чтобы это помогало ему лично, чтобы он не что попало там занимался, да? А как-то немножко ему подсказывать нежно, да? Ну, вот. Значит, что, например, я вот для примера приготовил тут парочку мест, где есть занятные кванты, которых уже много. Вот, например, вот эта учительница Ольга Рафальчук, она живет в Петербурге, она учитель русского языка и литературы. По-моему, лет где-то семь назад она научилась вот у этого человека, вот он справа вот здесь, видите? Его зовут Сергей Геблич, он сделал программу для рисования объясняшек. И Ольга эту программу освоила, научила своих учеников, и ученики рисуют объясняшки по русскому языку и литературе. И не только. И вот здесь этих объясняшек немерено. Ну, пару сотен, понятно, да? И многие из них именно по русскому языку и литературе. Например... А они в виде просто статичной картинки или это как... Не, ну я вам покажу, вот сейчас любую наугад открываю, да? Вот, и мы видим, что там происходит. Так, а что такое? Почему она так открылась? А, я, наверное, не туда нажал. Вет, да. Вот. Там музыка играет вам сейчас, не слышно? Рассказать, что солнце встало. Я, наверное, слышно, что она была страшна. Рассказать, что лес проснулся. Весь проснулся. Веткой кажей. Каждой птице стрепетнулся. И висит. Понятно, да? Значит, в это время там человек, который автор этого кванта, он читает стихотворение и иллюстрирует его таким образом. Программа эта очень простая. Я тоже научился в ней рисовать и рисую с большим наслаждением. Вот. У нее свойства очень интересные. Она автоматически подгоняет длину показа рисунка под длительность звучания фразы. То есть я звуковой файл могу разрезать на кусочки и под отдельный звуковой кусочек нарисовать картинку. Даже если я ее рисую целый час, она будет показана за то время, пока звучит фраза. Понимаете? По кадрам, да? Да, я понимаю. Вот. Ну, обалденная совершенно программа. Вот. Дети, значит, Ольги Рафальчук, они ходят с ней в другие школы и там обучают учителей рисовать объясняшки по своим предметам. Не Ольга обучает, а дети, семиклассники обучают взрослых учителей рисовать вот такие штучки по любым предметам. Понятно? Что это дает детям? Ну, то есть, мне, знаете, интересно, как эта технология работает? Вот, допустим, почему именно ребенку... Ну, то есть, допустим, вы рассказали, да, вы там, вот этот P1, или как он там назывался, да? Потому что я думала, что здесь именно важно, ну, пара, да? То есть, я думала, что здесь суть, что это один ребенок, еще один ребенок. Ну, получается, у вас это, может быть, учитель, да, и ребенок? Вот, теперь смотрите, ну, задавайте вопрос, задавайте. Ну, вот вопрос в том, что это дает, чем это отличается от, ну, стандартной какой-то системы, то есть, не знаю, вы дали, объяснили и сказали, сделали три задания по математике, например. Вот, смотрите, во-первых, у источника, то есть, у меня, ну, было взаимодействие с этим человеком непосредственно, правильно? Вот, вот этот мальчик, пример которого я приводил, он уже третий раз рисует одно и то же, потому что, ну, там разные были технические неполадки сначала, потом, ну, там, содержательного нашлипся, да? Я смотрю и говорю, ну, давай переделывай, чего? Вы знаете, он, по-моему, сейчас все числа математики может рассказывать, как настоящий профессор математики. А чисел всего, там, семь видов, понимаете? В математике. Я удивляюсь, почему в первом классе детям не объясняют, что в математике вот столько всего видов чисел. Понимаете? Вот. Ну, ладно, это уже мелочи. А вот на ваш вопрос такой ответ. Смотрите, ведь вот у этой схемы, вам все еще видно мой экран, да, Вить? Да. Вот у этой схемы есть вторая половина. Вот она здесь не нарисована. Я ее еще буду рисовать. А когда вот здесь лежит ссылка, то что с ней происходит? Как вы думаете? Ну, это ссылка, но я понимаю, что какие-то другие люди, дети могут... Ну, могут это открыть, правильно? Да. Вот, а теперь смотрите. У нас же вот есть вот такая схема. Угу. А вот здесь, видите, чего я приписал? Угу. Здесь написано «Связь с автором». Угу. То есть, человек, который кладет этот квант, он оставляет какой-то контакт через ВКонтакте, или Фейсбук, или Инстаграм, или просто e-mail, да? И с этим человеком можно связаться. И сказать, ну-ка, слушай, ты вот там нарисовал, давай расскажи мне просто в скайпе, да? Угу. Понимаете, да? То есть, получается, вот второй такой кружок, вот как вот на этой схеме. Вот. То есть, вот этот кружок, это, ну, как бы, система сбора квантов, да? Да. А есть такой же кружок, система использования квантов. И там, конечно, будет парная работа. Получилось ли у меня ответить на ваш вопрос? А, ну, не совсем, но я, может быть, здесь, знаете, практически сейчас не очень себе представляю, как это все использовать, да? У меня это все в голове очень абстракт. Не, ну, просто сразу, конечно, я понимаю. Ну, думаю, что да, это работает. Крайне мере, с рисовоками точно понятно, что работает. Ну, то есть, понятно, в чем отличие. Когда человек рисует, и он там по-другому эту информацию происходит, вспоминает, и связи происходят. Да, вот, например, я своего внука, он сейчас пошел в восьмой класс, физмат-школы, я его приспосабливаю, ну, привлекаю к работе репетитора. Вот. Ну, представьте, восьмиклассник ведет математику в шестом классе, да? А поскольку я его научил свой телефон, его телефон прикреплять таким образом, чтобы видно было, как он руками пишет, то он, когда ведет урок, он показывает свой листок и одновременно все это записывает в виде кванта. То есть, будет записан не просто, как он там это излагает, а как он излагает человеку. То есть, весь диалог будет записан. То есть, у нас, получается, не говорящая голова, которая что-то вещает, как обычно в интернете сейчас есть, правильно? Там выходит какой-то умный профессор к доске, берет мел, и таким размеренным, скучным-скучным голосом начинает что-то там такое вещать. А вот ведут два ученика диалог, и все это записано. Понимаете, да? Понятно. Это совсем другой материал. То есть, человек воспринимает, который будет смотреть это, он воспринимает это именно как диалог, а не как монолог какого-то очень большого умника. Ну и вдобавок, еще вот этот фактор, что вот это же дети делают, и я тоже так могу, и с ними я могу пообщаться и так далее. Ну вот. Но я бы сейчас чуть-чуть вернулся к нашему как бы. Предположим, что вы навигатор образования. Да? И я вернусь вот к этой схеме. Вот. Что делает навигатор? Вот как вы теперь себе представляете? Расскажите мне, пожалуйста. Что делает навигатор? Ну, так. Ну, получается, контролирует весь процесс? Ну да, ну да. То есть, он знает там, кто им был П1, кто П2, что у них происходит. Какие они кванты суют куда, да? Да, да. То есть, какие у них там результаты их общения, куда они отправили, не знаю, прошел этот квант, не прошел, и он теперь лежит. И, получается, согласно второму листочку, второй схеме, он понимает общую картинку, там, какой план стоит обучения. А, нет, вот смотрите. Теперь он идет вот к этому ученику и говорит, Маша, это самое, ну, а твой личный-то план движения по математике, по химии, там, какой? Давай мы этот план нарисуем вперед. Правильно? У меня как раз дочка Маша. А, ну вот видите, я все время своих героев называю Миша и Маша. Вот, у меня Миша и Маша. Вот, значит, ну вот, он говорит, давай это, мы план простроим. Вот. Вот, чего там дальше? А теперь смотрите, вот я показывал вам, я сейчас снова это открою. Вот, вот эти картинки, видите? Значит, навигатор ходит по этим картинкам и говорит, слушай, а вот по этому вопросу, да, привет, человек, как тебя зовут? Она не слышит, я в наушниках. А, вот, значит, ну покажись нам лучше, а то не всю тебя видно. Масянька, давай ты не будешь мешать, ладно? А это кто? Машуль, я потом тебе расскажу, ладно? Так, теперь вообще ничего не слышно. Ага, нет, я просто молчу. А, вы молчите, да. Да, вот. Ну вот, значит, смотрите, вот навигатор ходит вот по этим вот заколукам и говорит, Маша, а давай еще вот это. Угу. Вот, а вот не хочешь ли ты нарисовать сама такую объясняшку? Угу. Вот, есть человек, который может тебя научить в скайпе, как это рисовать. Давай с ним встреться, вот там, вот его это, сядь, договоритесь по времени, когда твои кружки кончатся, когда ты из секции придешь, и у тебя есть окошко, и у него есть окошко, и вы повстречаетесь, и вот это, да? То есть, навигатор еще заведует материалом. Он заведует не только вот этим материалом. Вот, смотрите, вот этим, о котором вы сказали, да? Да. Вот. Но он заведует также и вообще материалом любым. Он может своему подопечному рекомендовать сходить на выставку, встретиться с определенным человеком, правда? В скайпе или лично посетить какую-то группу, где очно встречаются оффлайн люди, там, где он живет, да? Потому что он еще этими группами заведует. То есть, он вокруг своего подопечного знает, в какие он кружки ходит, да? Ну и помогает ему вести личный дневник сделанных дел. Это очень важный документ. Во-первых, будет дневник встреч, с кем он встречался, правда? Что он там проделал, там будет записано, с кем он будет встречаться, сколько чего работал, по времени и так далее. А во-вторых, будут результаты, например, такой-то материал за такой-то класс сегодня сдал на 5, да? Вот, и сдавал где сдавал, вот там сдавал, как это проходило, все там он пишет. То есть, это такой, буквально, по времени календарный, да? Протокол, ну, своей деятельности, можно так сказать, правильно? Да. Вот. Так что, вот, значит, поле деятельности для нашего навигатора – это информационное поле, которым он снабжает ученика, да? Сам этот ученик, вот все его там хозяйства и так далее, да? Ну, и еще дело в том, что кроме школьных предметов, мы тут с одним человеком, его фамилия Сорокин, он живет во Франции уже 40 лет, мы с ним сочинили, а чему надо вообще-то в школе учить? Он, поскольку философ, он разработал 12 субстанций, по которым нужно в школе учить. Когда мы написали свою программу, там не оказалось ни физики, ни математики, ни химии, ни русского языка, ничего. Потому что там все другое, не это. У нас там главное, чтобы человек был социализирован, чтобы он умел создать правильную семью, чтобы был готов рожать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Уже учась в школе, он должен этому научиться. Понимаете, да? Ну и так далее, вот такие социальные всякие предметы. Ну и в том числе предметы, обеспечивающие жизнедеятельность. Нас же деньги зарабатывать, правда? Но среди них математика совсем не на первом месте. Понимаете? Вот. Поэтому навигатор еще вот туда развивает свое поле деятельности в зависимости от того, ну, насколько зрелый ученик, правильно? Вот. Что хотят его родители? Родители он тоже, да, как-то привлекает, правильно? Ну да, это у вас, получается, есть сейчас на слуху тьютеры, но у вас что-то просто более широкого. Вот. А теперь смотрите, я хочу наш разговор завершить, чтобы не утомлять наших зрителей. Ну и вам тоже надо освободить вас. Значит, смотрите, что получается. Я говорю, а деньги где, Зин? А деньги, значит, в месяц платят абонентскую плату, вам зарплату платят родители. Так понятно? Ну да, я так понимаю, что это некая онлайн-система, как есть онлайн-школы, да? Ну, видите, какая от этого отличается. Там, значит, покупаешь доступ к каким-то материалам, смотришь их сам, ученик учится самостоятельно, и система обеспечивает там сдачу тестов или сдачу там ЕГЭ или чего-то, да? У нас этого ничего нету, и вообще в нашей системе даже информация не хранится. То есть никаких квантов не хранятся у нас. У нас только координационная система, ссылки. Ссылки и контакты с теми, кто там участвует. То есть как-то, чтобы они могли друг дружку найти и как-то с этим связаться. Вот. Поэтому фактически это очень такое, мне кажется, цветастое, в смысле структуры, рабочее место. Навигатор образования. Вот. Но я еще хочу показать систему образования навигаторов. Значит, я тут недавно записал разговор вот с этой женщиной. Сейчас я вам покажу. А где она тут? Где-то я тут это открыл-то. Вот она. Значит, вот я сейчас покрупнее сделаю. Значит, она живет в Петербурге и заведует... Не она, а там целая куча людей очень хороших. Они сделали метаверситет. И в этом метаверситете есть курс два с половиной месяца для... Как они это называют? Они так и называют навигаторы образования. То есть вот это название я просто у них прочитал. Я не сам придумал. Я вот функции, которые он выполняет, вот сегодня, можно сказать, впервые озвучил вам, да? А вот эта Лика Чекала, вот она здесь, ее портрет, да? Она мне рассказала про этот метаверситет. И ссылку вот на это видео вы можете взять и послушать, что мы там с ней говорили. Но для нашего сегодняшнего разговора я скажу так, что, значит, курс этот стоит 16 тысяч рублей. Длится два с половиной месяца. И как они утверждают, ну, получается, грамотный навигатор образования. Ну, и все это делается онлайн, конечно. И обучают их там очень грамотные, очень толковые, молодые, горячие и такие азартные люди. Ну, там у них на сайте метаверситета есть еще сайт же, правда? Вот. Там их портреты есть и портфолио есть. Я почитал. Замечательные люди совершенно. Вот. Ну, и Лика мне очень понравилась. Мы с ней вот поговорили 47 минут, да? Вот. Поэтому такой вопрос в конце для наших зрителей, ну, и для вас тоже. А вдруг вы пойдете учиться туда? Заплатите эти 16 тысяч и поучитесь там два с половиной месяца. Вот. Я это сейчас не к вам лично даже обращаюсь, я к зрителям, которые будут просматривать наш с вами разговор, понимаете? Вот. При том, что она мне рассказала, что там в разговоре это есть, что 80% учащихся, они уже сделали 4 выпуска навигаторов. То есть у них уже опыт приличный. А, не 4 выпуска, выпусков не знаю. А, они выпустили уже около 100 навигаторов. И делают это уже в течение 4 лет. Так вот, 80% оплаты делали за людей, организации. Причем примерно пополам делали фирмы, которым нужны люди, которые умеют вот так работать с персоналом. И также делали школы. И всякие учреждения образования. Потому что туда приходили учиться не только учителя или лидеры-лектора. А приходили учиться и также чиновники от образования. И только 20% людей, которые сами за себя платили. Вот такая картина, куда я предлагаю нашим зрителям подумать и пойти учиться на навигатор образования. А потом приходите к нам, мы вам дадим учеников. Это наша функция. Это функция нашего универсама. То есть я возвращаюсь снова к универсам и говорю, а все это вместе будет происходить у нас в универсаме. То есть мы отправляем наших навигаторов учиться на навигаторах в метаверситет. Клик очекаловый, так условно скажем. А рабочие места люди получают у нас. Ну вот такая схема. Да, спасибо. Я посмотрю. Интересно. Ну вот. И вам большое спасибо, Любовь. Ну, за интерес и за вопросы. Ну и за время, которое вы сегодня для нас уделили, да? Да, и вам тоже. Да. Ну, до свидания. До свидания. Счастливо. М-м-м.